Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. Сегодня рада приветствовать гостя, который еще просто со своей спецификой деятельности не дошел до нашей программы. Но я все-таки решила, что это безумно важно и нужно освещать, поскольку рестораны — это не только про людей, это еще и про дизайн, это про общую концепцию, это про текстиль, униформу. И я решила на сегодняшний эфир позвать Юлию Лопатину, Юлину Лопатину, прошу прощения, которая занималась непосредственно выработкой дизайна для ресторана Snatch, самая крутая униформа в городе, среди персонала Охорики. Юлина также является дизайнером, художником и, в принципе, бизнес-вумен, потому что то, чем она занимается, я думаю, расскажет сегодня слишком-слишком большой спектр интересов. Юлин, давайте тогда здороваться. Как дела у вас? Здравствуйте, здравствуйте, спасибо большое, все в порядке у нас. Как настроение в связи со всеми ограничениями? Ну, это, конечно, неприятные моменты, но, не знаю, видимо, мне повезло, или я такой характер выработал, я всегда, практически всегда довольна. Отлично, то есть такой оптимистический настрой, да? Очень, я сама иногда удивляюсь, откуда это. Да, ну, улыбка главная есть, уже вторая гость подряд у меня вот с таким настроением сидит и заряжает своими эмоциями даже через камеру. Юлин, расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к моде, возможно, это с детства какие-то были интересы схожие, да, с тем, чем вы сейчас занимаетесь, почему столько творчества вокруг вас, что вдохновляет? Это на самом деле было с детства. Единственное, что я не особо видела поддержку со стороны своей семьи, потому что никого творческого у нас нет. И у меня очень прекрасные, любящие родители, но они просто не понимали, как бы, как с этим можно жить, как этим можно зарабатывать. Естественно, как любые заботливые родители, они хотели для меня в их понимании какой-то стабильной перспективы. Юрист, да? Да, юрист или экономист. В принципе, когда я сказала, что я хочу быть художником, мне сказали, ну, знаешь, не знаешь, кем хочешь быть, тогда выбирай, экономист или юрист. Ну, так потом и сложилось. Хотя все детство я, конечно, занималась там всеми прикладными искусствами, рисовала и шила, вышивала и вообще чего только не делала. Естественно, перекроила кучу маминых вещей, за что получала неоднократно. Вот, но всячески пыталась вот выразить вот это вот свое внутреннее ощущение и потребность на самом деле. Потом сложилось так, что я пошла на экономический, занималась, работала в очень многих разных сферах, получила очень много разностороннего опыта. И я ни капли не жалею. И в ресторанном бизнесе я очень много поработала, и мне он очень нравился. Я в какой-то момент думала, что я свяжу всю свою жизнь с ресторанным бизнесом. Но в итоге там так сложилась судьба, что я перешла в хаботельный бизнес и затем еще в разные. Я расскажу о них чуть-чуть попозже. И в какой-то момент моей жизни, возможно, это судьба, можно называть это по-разному, так получилось, что я потеряла все, осталась в каком-то вакууме, и ко мне пришло предложение открыть бренд одежды. Я отцепилась моментально, и буквально за три месяца бренд был готов, с полной коллекцией, с магазином, представлен публике. И вот тут, кстати, пригодился мой опыт разносторонний и в организации бизнеса, и в управлении, и вообще в быстрой реакции, которую, кстати, я приобрела в работе в ресторанах. Да, ну и многозадачность, конечно, здесь тоже. Да, абсолютно, абсолютно. Я очень как бы рада, что был такой опыт, что меня просто натренировали. Это невозможно, это не приходит само. А сейчас вот вы рассказали про бренд одежды. Можем ли мы нашим радиослушателям рассказать свободно о том, какие бренды одежды у вас были в подчинении, да, в ваших руках, и чем сейчас занимаетесь, какие текущие у вас бренды? Я была со-создателем и совладельцем бренда Art Jam, я думаю, что очень многие его знают. Затем параллельно я в какой-то момент решила создать свой личный бренд, который назвала Antistar, но я тогда себя не очень хорошо эмоционально, в эмоциональном плане чувствовала, не было никакой стабильности, и поэтому у меня вот Antistar, это был такой протест. Да, в итоге, конечно же, все стало спокойнее, я себя стала лучше чувствовать, более уверенно, я поняла точно, куда хочу идти, в каком направлении, и в каком направлении развивать свой бренд одежды. И сделала ребрендинг, назвала его Inside Couture, который сейчас живет, существует. А, кстати, помимо бренда Inside Couture, мы еще вместе с Александрой Слобиной делали Silk Novel, вот, это шелковая одежда. Ну да, логично из названия. Что касается Inside Couture, когда основали его, насколько было тяжело перейти, потому что я понимаю, что Antistar это была совершенно другая коллекция, другой стиль, настроение, то же самое R-GEM, это что-то такое максимально девичье, Antistar был такой больше как спортшик, если я не ошибаюсь, и Inside Couture сейчас как бы вы назвали это настроение, которое вы дарите через одежду как художница. Inside Couture. Переход, кстати, был совершенно логичный, я просто почувствовала потребность совершенно в другом стиле. Я вернулась к самой себе, я почувствовала вот эту внутреннюю уверенность, я поняла, что я опять на своем месте, именно в ощущении душевного равновесия и уверенности в себе. Я всегда хотела создавать одежду или вообще создавать какой-то продукт, который будет максимально подходить современному человеку, современной женщине. Это как бы женщина без компромиссов. Например, ей нужно, у нее очень много задач, и они все вот в коротком временном пространстве. Один. У нее есть там семья, ребенок, у нее есть работа, у нее может быть есть какое-то хобби, у нее есть социальная жизнь. Но времени на все это, в принципе, его очень мало, и надо все как-то очень так все... Балансировать между... Да-да-да, именно так. И вот я хочу... Точнее, я как бы создаю уже такие вещи. Ты, например, одел одно платье или одни брюки, и ты можешь захватить с собой либо сменную рубашку, либо сменную там свитерок, там сменная пара обуви у тебя может лежать в машине. И меняя только какие-то небольшие детали, а не полностью весь костюм, ты можешь хорошо себя чувствовать и как бы быть одетой к месту и к событию. В течение всего дня. И вот именно такая многофункциональность одежды... Получается, что этот человек, да, он будет транслировать именно сильную женскую сторону, да, то, что я могу быть и мамой, и бизнес-вумен, и успевать везде, и мне стоит просто там какие-то детали быстренько из аксессуаров, например, поменять, и из там бизнес-леди я могу пойти на какое-то мероприятие светское. Правильно я понимаю? При этом очень важно, что женщина должна себя чувствовать комфортно, это должны быть очень удобные вещи и без компромисса со стилем и красотой. Это не вычурно, но при этом красиво и элегантно, подчеркивая женскую сущность. Говоря о том, что я вас представила, как Юлина не только дизайнер, но и художница, как вы это можете нам максимально так точно обрисовать, чем вы еще занимаетесь, потому что достаточно такая вот яркая фотография стоит в анонсе, это какой-то перформанс, это какой-то ваш еще один род деятельности, расскажите, пожалуйста, об этом тоже. Это еще один мой род деятельности, я всегда себя чувствовала художником, хотя, в принципе, не производила никаких арт-объектов или каких-то вот работ, связанных с искусством. Но это ощущение во мне всегда было, я не понимала, как бы... Я просто любила искусство, я ходила на какие-то выставки, следила за какими-то художниками, кураторами, но выражения не было этого ощущения. И тут осенью 2018 года, совершенно даже неожиданно для меня, но совершенно естественно, у меня в голове родились несколько работ, которые я сразу же записала. И в течение 2019 года я практически все их исполнила. Даже съездила в Венецию и выставила одну из своих работ в рамках выставки Open Space, которая сотрудничает, кстати, с венецианской биеннале. Это вообще моя мечта туда попасть в итоге. Я подала пять своих работ на конкурс «Арты Лагуны Прайс». Это один из самых крупных, мировых и значимых конкурсов для молодых художников. Вот в феврале я жду результатов, и я надеюсь, что я что-то получу. Держим кулачки хорошие такие. Спасибо. Я поставлю на Новый год. Какой стиль? У меня очень разнообразно, но я как-то взяла курс в Сан-Мартинсе в Лондоне, знаменитый институт для художников, и я взяла курс изобразительного искусства, именно непосредственно рисование. Я поняла, что это не мой способ выражения того, что я хочу выразить. Я пришла к тому, что я хочу делать перформансы, интерактивные инсталляции, интерактивные выставки, там, где я максимально могу прикоснуться, эмоционально затронуть зрителя. Потому что все темы, которые я хочу обсуждать, это социально важные темы. Это может быть что-то философское, но это всегда важно для каждого человека. Это может быть отношение с детьми, как мы относимся к детям, что мы из них воспитываем, воспитываем, что маленький ребенок, у меня есть одна работа, она достаточно сильная, очень эмоциональная. И главная тема – это ребенок, что ребенок сейчас – это правитель мира завтра. И все, что мы вложим в маленького ребенка, он, во-первых, все это слышит, даже если он сейчас не может отреагировать, так как взрослый… Да, он как губка. И в итоге все, что он уверит, мы думаем, а, маленький ребенок, ничего он не понимает. В итоге это фундамент, на котором он вырастет. И с этим он потом не сможет, он не сможет от этого избавиться. Он даже не будет понимать, почему он действует определенно, поступает определенным образом, просто потому, что он увидел пример родителей или взрослых в детстве. Чувствуется, что у вас подход ко всему. Если мы говорим про дизайн, про искусство, он такой очень многогранный, я бы сказала, и всесторонний. То есть вы не пытаетесь только в одну попасть цель. У вас разные ноты души затрагиваются, правильно? Расскажите тогда, как вы вложили свою душу в мероприятие, которое все наблюдали во всех соцсетях. Это Абгунстас Муйжи, что это за проект, кто это придумал, и какова была ваша роль в этом всем празднике закрытом? Да, это очень приятный проект. Мы назвали его «Усадьба». Изначально ко мне пришла моя хорошая подруга Гузаль, сказала, есть классное место, поехали смотреть, давай что-то придумаем. А мы летом 2019 года в Юрмале периодически устраивали в концепт-магазине «Болт» мероприятие по субботам, и Гузаль занималась едой там. Поэтому у нас уже был опыт работы, мы понимали, что мы можем сработаться, у нас достаточно похожие взгляды. Вот она нашла это место, сказала, что это суперклассно, поехали срочно смотреть. Мы собрались, поехали, тут же придумали, что можно сделать, потому что на самом деле очень приятное место, прекрасные владельцы и очень хорошая база, на чем можно сделать мероприятие. И у меня всегда такое... Я из интеллигентной семьи, меня всегда учили играть в шахматы, говорили девочки, там, карты, граф-карты для девочек, я всегда любила читать книги, романы. И вот это вот романтизированное дворянство, оно всегда где-то вот со мной есть. Хочется быть немножко леди, хотя, в принципе, современный мир превращает себя немножко в лошадь. Хочется быть хотя бы леди-лошадь, да, назовем это так. Ну что, реалии современного мира для женщин. Мы сами боролись за это, так сказать. И я не против. Но, возвращаясь к усадьбе, Гузаль тоже подхватила эту идею, она сказала, что она очень согласна, что хочется вот какую-то такую приятную атмосферу создать. И, да, мы сделали это мероприятие с разными мастер-классами для того, чтобы всем было интересно, чтобы люди пришли, и мы не просто дали им еду и красивое место. Начиналось все так, что все приезжают, мы встречаем, небольшой ланч на улице, во дворе. Затем все расходятся по мастер-классам, там было четыре мастер-класса. Мы специально подготовили, так, чтобы прям на разный вкус был, мастер-класс по покеру, мастер-класс по рисованию, это студия «Идеалист» прекрасная, там было, там еще на два, как бы направление разделялось, рисование открытки и каллиграфия. Да. Вот. Также у нас был мастер-класс по готовке плова, регистан, вот это родители Гузаль, и мастер-класс по созданию букетов и декорированию столов этими букетами и цветами непосредственно от самой владелицы Абгуса Смуйжа. И когда... Все разбивались на разные группы, и цель была, чтобы не по парочкам все шли, а все разошлись по интересам, познакомились сразу же поближе, а потом уже все могли пойти на ужин. На ужин, живой музыкой, да. И она, и нетворкинг-мероприятие просто все еще одеты, да. Причем стиль, как бы, одежды мы сразу объявили, что давайте как-то вот, может, шляпы, пиджаки, может быть, длинные платья, но при этом, например, тяжелые ботинки, чтобы вот, ну, как-то соответственно было деревне, да, Муйжа все-таки, поместье. И интересно, что мы еще сделали примерно посередине ужина, если кто-то уже устал просто сидеть за ужином, там, разговаривать, они могли переместиться в другое здание, где можно было пойти либо в комнату покера, либо в комнату ретро-кино, либо в комнату поэзии, где наша прекрасная молодая девушка, чтец поэтического жанра, читала стихи. И на самом деле эта комната оказалась самой популярной. То есть потребность... Я не знаю, что она делала в сторис, честно говоря, когда следила за тем, что... Да, это было невероятно. Она несколько раз перечитывала одни и те же стихи, потому что ее просили. То есть очень-очень приятное мероприятие получилось, очень душевное, нас очень благодарили, очень-очень на самом деле. И мы решили, что по этому, этому проекту, простите, стоит жить и стоит продолжать в таком духе. У меня такой вопрос зародился. Мероприятие действительно очень красивое. Я не присутствовала, но поскольку достаточно много моих знакомых и приятелей там были, я смотрела и сторис, и кто-то даже прямые эфиры оттуда делал. То есть я была таким зрителем по ту сторону экрана. И у меня зародилась мысль, возможно, вы со мной согласитесь или наоборот опровергните мои слова, пандемия, она помогла нам все-таки вернуться к чему-то вот такому максимальному, максимально человеческому, романтизированному, искреннему. Потому что, если мы помним до пандемии, то да, безусловно, проходили похожие какие-то мероприятия, но чаще всего это заканчивалось там каким-нибудь техно-рейвом, я не знаю, на вилле фон Стрицка. Это такое максимально вот оно про душу, про семейность, про какую-то действительно аристократию в своем роде. Вот чувствуете ли вы эту параллель, что сейчас такие времена, и люди хотят чего-то простого, но при этом изысканного? Вот если вы правильно могу описать свои ощущения, да, и сравнения, как вы думаете? Я думаю, что частично это связано, но именно потому, что раньше была перенасыщенность. Да. То есть, что можно, и как-то все это очень быстро бежит, и даже сложнее найти внимание людей, привлечь к своей теме, потому что перенасыщенность ужасная. Простите. А так, как будто все немножко очистилось. И когда мы, мы сделали этот проект не потому, что там пандемия случилась, а потому, что просто у нас у самих была потребность, и как-то вот оно само сложилось. И оказалось, что у людей есть потребность к этому. Мы хотели строить еще новогоднее мероприятие, тоже в таком же стиле, да, царский, царский бал, но, к сожалению, вот именно это. Я так понимаю, что когда у нас закончится эта ситуация, да, в стране, когда все-таки на спад пойдет количество заболевших, то вы будете, планировать что-то похожее делать, может быть, раз в год, два раза в год, или даже сейчас? Обязательно, потому что после нашего первого мероприятия в августе с мужа, простите, немножко теряю голос, я не привыкла так много говорить. Все в порядке. Очень много, очень много поступило запросов, просто невероятный ажиотаж был, и все хотели, но так как вот уже вступили в силу ограничения, у нас получилось сделать два маленьких мероприятия в очень чудесном кафе энд кофе в старом городе, мы сделали поэтические вечера, там, конечно, пришлось соблюдать дистанцию, все было, да, все были разделены, но все равно хотя бы хоть что-то, ну, вот хоть что-то получилось. Ну, вот мы очень ждем, чтобы вернуться, сделать более обширное мероприятие, более красиво, опять вернуться в полноценную усадьбу. Ну, будем так делать, держать действительно кулачки и скрещивать пальцы, чтобы все это, слава богу, закончилось когда-нибудь. Окей, тогда про еще один проект, с которого, собственно, у меня и зародилось очень большое желание с вами сегодня пообщаться, это униформа Snatch, так как я часто пишу обзоры на рестораны, являюсь критиком в этом плане, я всегда замечаю эти мелочи, я очень всегда негодую, можно даже так сказать, когда вижу в одном ресторане одинаковую униформу, как и посуда, она теряет тогда изюминку, характер, да, у тебя не происходит персонализации, да, такого-то индивидуального подхода, потому что все мы знаем, что есть там специальные компании, которые шьют по одинаковым лекалам, в которых есть одинаковые практически каталоги с материалами, расцветками, то есть в одном и том же ресторане ты можешь видеть то же самое, что и видел через дорогу неделю назад, я имею в виду униформу, да, какой-то текстиль посуда, и тут, когда я увидела в Снэче потрясающую такую харизматичную с характером униформу, белые майки, черные штаны, цепочка, кеды, у меня просто вот было что-то такое, как эстетически, знаете, удовольствие получило. Как вообще это у вас случилось? Как вы вышли на то, чтобы сшить персоналу ресторана, да, вот ту индивидуальную униформу, которой нигде больше в Латвии нет? Спасибо большое, очень приятно слышать такой отзыв. Искренне. Спасибо. Во-первых, мне кажется, что ресторан, ну, в ресторан люди идут за атмосферой. Всё верно. Если хороший ресторатор создаёт новое место, то это как театр, это сцена театра. То есть там даже и декорации, и костюмы, и сам продукт, который подают. В принципе, это всё вместе, это и есть всё готовый продукт. Как бы еда является только частью, нужна полная атмосфера. Даже, например, сейчас во время пандемии, почему есть проблема вот с заказами. Ну, всё время ходили, был ресторан полный, а вот доставку уже не так берут. Ну, потому что, когда домой приносят это блюдо, ну, ты просто дома сидишь. Я извиняюсь, на этих ступых тапках, и, ну, нет такого ощущения, как будто даже блюдо не настолько вкусное, да. А ты приходишь в ресторан, и вот это вот ощущение какого-то праздника есть, да, или как в снэтче, вот, я надеюсь, что благодаря моей форме создалась общая атмосфера, что ты попадаешь тоже вот в какое-то сразу действо такое, другое, ты сразу ощущаешь эту атмосферу. Там вроде бы современное всё, но с... Это, например, как сейчас в Италии, в Сицилии, которую я очень люблю, Южная Италия, мы как раз и пытались создать вот такое ощущение. Вроде бы уже всё современное, в современном мире живём, но историю они не забывают, история для них очень важна. И вот эти униформы, брюки, они прямые, они не зауженные. Это как раз-таки брюки, вот этих вот плохих парней из Сицилии. И эта цепочка тоже туда, абсолютно туда же она как бы ведёт. И майки с немножко закатанным рукавом это тоже вот этот вот такой бравый парень сицилийский. Мы хотели ещё кепки, но потом как бы решили всё-таки без кепок пока что. Но всё равно, мне кажется, неплохо получилось. Получилось действительно очень ярко, вкусно. Вы сказали про отсылку, да, на Сицилию, на Италию. Действительно, есть такое ощущение, что сейчас заиграет Челентано, и эти ребята, которые стояли только на Вакомелье с ассортиментом, да, или там приносили вино, начнут ещё и танцевать все вместе. Ну, как бы такой же элемент действительно театра, шоу, что-то в этом есть. Абсолютно согласна. Я хочу ещё сказать, в свою очередь, что я знаю, насколько этим ребятам удобно в этой униформе, потому что сколько команд, которых я вела в ресторанах, всегда, всегда просто, ну, нельзя в эфире сказать эти слова, но как они негодовали, когда директор заказывал плотные джинсовые фартуки с кожаными вставками, как это жарко, как это неудобно. А здесь действительно это вроде, ну, майка и майка белая, но в сочетании со всем образом, это и практично, и красиво, и стильно, и запоминающийся. То есть, ну, мне кажется, что это стопроцентное попадание, прям супер. Получали ли вы отзывы непосредственно от команды Snatch, что, Юлина, мне в этом так хорошо, удобно, я ношусь 12 часов на ногах и прекрасно себя чувствую. Да, конечно. Видите, для меня это очень важный момент. Я продумываю, я не делаю просто вид, да, внешний вид, картинка, это тоже только часть. Если человеку неудобно, он не сможет себя естественно вести. Ты увидишь на лице официанта, это будет портить сервис, на самом деле. То есть, уставший, в неудобной форме, там, то, что ему что-то натерло, или там, он начинает потеть, простите. Но человек не может тебя нормально обслуживать. Даже если он хороший официант, там будут проблемы. Я всегда поэтому учитываю, я подбирала ткань, в которой будет комфортно, она тянется, хотя она выглядит как костюмная, но это трикотаж. В ней хорошо дышится, то есть, как бы тело дышит, да, тебе и летом, и зимой будет в ней комфортно. Майки тоже по такому же принципу подбирались. Цепочка, она не тяжелая, она тоже там ничего не оттягивает, все прекрасно. Вот, как бы я думала о персонале. Да, они, кстати, все тоже очень довольны. Ну, по крайней мере, сколько раз я там была, уже где-то 3-4, вот до закрытия, да, на чрезвычайную ситуацию. Действительно, всегда смотрится это очень так, как, хамелеон. Вот все подстроилось, и в одной как-то цветовой гамме и стилистике дико гармонично существует. Хотели бы вы сделать еще что-то подобное для какого-то ресторана, устроить какую-то коллаборацию с заведениями Риги, Латвии? Да, с удовольствием. Камника, на самом деле, вот после вот этого бума и много восторженных отзывов по поводу униформы в Snatch, я, на самом деле, даже не ожидала, что будет прям настолько-то такая реакция, но очень-очень приятно, когда оценивают твое творчество. Ко мне поступило пару запросов, но так как сейчас вот эта вот ситуация, все, конечно, встало на паузу, я не знаю, вернутся ли ко мне, я надеюсь, что все выживут и смогут продолжить работу, но да, да, мне очень интересно, я очень люблю новые проекты, то есть я не человек рутины, мне нужно что-то дать, какой-то запрос, и я с удовольствием просто возьмусь быстро и максимально как бы эффективно это выполнять. От этого получаю очень большое удовольствие. Ну, это чувствуется, это видно, действительно, исходя из того, что даже вот я с вами лично не знакома, да, но я видела ваше творчество и действительно долго вынашивала эту идею, что хочу сделать с вами прямой эфир, потому что, ну, вот, важно показывать в эфире, да, нашу программу, не только шефов, кондитеров, там, да, высказывать мнение насчет там сервиса и так далее, но и ведь действительно ресторан — это огромный механизм и без одного элемента ничего не будет работать, да, то есть это все как цепочка, оно должно быть связано, да, и это и создает эту атмосферу и концепт. Поэтому очень классно, что сегодня вот я не только увидела, да, но и услышала, да, от вас историю о создании того, как вы к этому относитесь. Такой вопрос. Как вам кажется, что вот пандемия, да, многие говорят про то, что мы сейчас ушли от суперсложных каких-то образов, что у нас такой пижамный стиль перешел даже, ну, в ежедневную нашу жизнь, да, как вам кажется, что в тренде, не в тренде, и что поменяла пандемия в моде? Вот ваши ощущения. Ну, на самом деле, вот последние пару лет уже ощущается, наблюдается даже скорее, такая размытость трендов. То есть не какой-то один острый, а сразу приемлемый, причем совершенно разные, из разных направлений тренды. И вот как-то, и даже по цветам. Вроде бы, как и раньше, классический понтон выдает пару цветов, хотя сейчас даже, да, он выдал больше цветов, чем обычно. Это вот тренд, как же сказать, когда прогноз трендов идет и прогноз цвета, да, чисто даже с научной точки зрения. Этим занимается понтон, для тех, кто просто не знает. Да, и сейчас такая размытость, что, в принципе, ты можешь быть, вот как будто больше индивидуальности дается. Ты можешь выбрать, что тебе комфортнее, как ты себя чувствуешь, как ты себя хочешь показать. Конечно же, из-за пандемии большинство людей выбирает вот этот вот спортивный, пижамный, так сказать, стиль, но только потому, что просто даже настроения особого нету. То есть тебе удобно, тебе надо, ты больше сидишь дома, тебе надо выбежать, не знаю, максимум в магазин, пойти погулять с собакой, ну и общая атмосфера, что-то как бы, а куда наряжаться. У меня даже некоторые клиентки постоянные, простите, они пишут, они говорят, типа, хотим вот что-то новенькое, покажи, покажи. Я показываю, они говорят, так классно, точно хочу, но давай подождем до весны, потому что, ну сейчас, ну вот прям, ну вот, и хочется, и при этом, как будто нет. И говорят, вернем весной, точно типа все заберем, но вот не хочется, чтобы сейчас висело. Именно настроение людей, это понятно, у меня то же самое, то есть я не хочу себе ничего нового, к сожалению. Ну то есть, скорее всего, все это возобновится, и мода перестанет быть такой, в первую очередь, суперудобный и спортивный, тогда, когда у нас откроются снова какие-то заведения, девушки вновь захотят одеть каблуки и надеть платье. Да, да, это человеческая потребность, мы вообще все социальные животные, и у нас все равно вот этот вот павлиний комплекс, когда ты выходишь, и надо показать свой хвост, то есть все ждут мероприятия, и как только начнутся мероприятия, какие-то выходы, все достанут свои лучшие туфли, лучшие костюмы, и пойдут сидеть по всему городу, по всему городу. Просто людям этого не хватает, они там подружки об этом говорят, какие-то клиенты мои об этом говорят. Хочется праздника, действительно, люди устали находиться в стрессе, в такой среде, которая пока что все время такая темная или серая, да, и, наверное, когда наступит белая полоса, тогда вот захочется и красок внести, ну, скорее всего. Еще такой вопрос у меня есть, да, я сегодня буду максимально пытаться много успеть задать, впитать от вас, как вы говорили, ребенок, да, губка. почему такой в 20-м году случился бум на персональных стилистов? Как вам кажется, с чем это связано? Потому что у меня лично очень хороший опыт в этом плане, я, к сожалению, за пандемию набрала там какое-то количество лишних килограммов, некие проблемы со здоровьем были, и я поняла, что вот несмотря на пандемию все-все, я хочу обновить гардероб, я хочу нанять персонального стилиста, и вот передаю привет Саше Фирсовый, которая приехала, сделала разбор, мы составили капсулу, и даже сейчас имея лишние килограммы, я все чувствую комфортно, так как следую ее советам, то есть я действительно тот человек, который воспользовался этой услугой, да, но потом я увидела, что появляется один, второй, третий, четвертый, пятый, еще друг у друг друга пытаются воровать идеи, почему в 20-м году это случилось, а не в 19-м? Ну, это, конечно, и смешно, и грустно, на самом деле, профессия, стилиста, и персонального стилиста, и персонального шопера, хорошая, полезная профессия, очень многие женщины, особенно с подсоветского пространства, ну, нас просто не воспитали достаточно любить себя, или, вот, как бы, я даже не знаю, ну, вот, да, это какая-то скромность такая была в нас вложена, что слишком, там, наряжаться не очень, может быть, хорошо, и у нас даже на подсознательном уровне это есть. Многие женщины, например, даже клиентки мои приходят, и я часто очень оказываю услугу консультанта просто для того, чтобы помочь им. Я это делаю бесплатно, ну, как бы, мне нравится помогать женщинам. Они говорят, это даже не несите, это мне точно не подойдет, я знаю, что это не мой цвет, не мой фасон, а я вижу, что это точно ее и цвет, и фасон. Я мягко уговариваю человека надеть, именно, примерить именно эту вещь. Попробовать хотя бы, да? Да, человека пробуют и говорят, я даже не ожидала, как хорошо на мне это смотрится. Да, это же просто мое, насколько это комфортно, красиво, вообще там подчеркивает что-то, то, что надо скрывает, то, что нужно подчеркивает. Супер, и вот для этого стилист прекрасен, то есть он может помочь очень-очень многим женщинам. И я очень рада, что сейчас становится это популярным, и женщины принимают это, что они такие, да, можно воспользоваться этой услугой, это не только там для какого-нибудь певца или актера, или для, может быть, дамы из высшего общества. В принципе, может позволить себе каждый. Другая проблема в том, что, но, точнее, проблема есть в том, что вот этот бум, когда вдруг все стали фотографами, умеешь, не умеешь, есть о к этому предрасположенность или нет, на самом деле, ну, просто, сейчас опять, ну, я же люблю себя одевать, значит, я могу и другого одеть, значит, я другого могу насоветовать, но это так не работает, к сожалению. И, к сожалению, такие вот вспышечки, я их называю, минутные, да, потому что они долго не продержатся, они вообще сами теряют интерес, во-первых, быстрее всего, они очень портят, во-первых, мнение об этом, об этом сервисе и об этой профессии, а во-вторых, очень сильно демпингуют рынок или вообще воруют работу у стилистов. Это проблема. Так что тут как бы есть и плюсы и минусы. С одной стороны, популяризация этого, этой услуги, с другой стороны, как бы, и репутация. И конкретно специалисту, у которого есть, например, диплом стилиста, да, вот как к Нашей обращалась, да, фирсовый, она действительно учится, постоянно что-то новое для себя подчеркивает и создает действительно очень классный продукт, и я ей по сей день скидываю там фотографии с благодарностью, что вот смотри, сегодня у меня нет проблем, а что мне надеть, о боже, и так далее. Хорошо. Какие-то ее работы, простите, быстрее расскажу. Да, да, да. Очень интересно, она прогрессивно очень мыслит и смело, и это хорошо. Но, например, мой личный топ, это, конечно, Ольга Колотова и Юлия Вербицкая. Да, да, да. Обожаю просто, просто, они прямо по человеку работают. Я работаю в программе, да, мне тоже очень нравится то, что она делает. Классно, классно, получается, что сейчас не только диджитал сфера развивается, да, ну вот в условиях там пандемии, что у нас e-коммерция, диджитал маркетинг, все это сейчас, IT-услуги, ну и еще девушкам есть, как себя порадовать, провести время с пользой, и, собственно, полюбить себя даже в пижаме и стать красивой в этом образе. У нас остается буквально немного минут, да, Юлия, я хотела вас попросить дать, может быть, какие-то вот пять советов, вы могли бы разделить там два с половиной на человеческие, личные, два с половиной профессиональные. Вот в это непростое время поделитесь тем, что на душе и какую бы вы хотели мысль транслировать для наших слушателей. Ой, ну меня, на самом деле, очень волнуюсь о человеческих вопросах. Мне очень хочется пожелать всем заглядывать вовнутрь и не бояться оставлять свою человечность. Это очень важно. Не бойтесь быть добрыми. То есть добрый — это не слабый. Слабый человек — это обычно злой человек. Меня очень-очень беспокоит этот вопрос. Я иногда вижу, как добрые люди, они ломаются, закрываются и думают, что это жестокий мир не для них. Я, например, всегда очень берегу свою наивность какую-то, потому что я знаю, что это моя добрая часть. Это именно потому, что я добрый человек, я не хочу думать о злом и сразу же видеть во всех людях какой-то негатив. И я понимаю, что есть наивность, но я знаю, что я сильный человек и я могу позволить себе быть где-то наивной. Наверное, на самом деле, это самое важное. Любить себя и любить других, и при этом, чтобы не было компромиссов. Любить себя не в ущерб другим, и любить других не в ущерб себе. Равновесие самое важное. Мне кажется, что, наверное, это так. Гармонично мы заканчиваем эфир. Юлина, честно, получила большое удовольствие. Надеюсь, что познакомимся лично после всего, что у нас здесь происходит, что ограничения когда-нибудь снимутся. Вам желаю не терять свое вдохновение и энергию, которую вы делитесь и транслируйте потом через свое творчество. Пусть все получится и пусть этот год принесет как можно больше крутых проектов. Я, конечно, жду еще одной сумасшедшей стильной униформы для ресторана. Спасибо вам большое. Желаю хорошей недели. Сегодня у нас в студии на связи была Елена Лопатина, художник, дизайнер, бизнесвумен. Надеюсь, что вам понравилось, и вы тоже обратитесь за ту или иную услугой. Валерия Иванова, Открытая кухня до следующего понедельника. Спасибо. Спасибо.